Игорь Андреевич, один из крупнейших писателей Сербии, очень известен, достаточно известен в мире и в России он был известен в свое время. Его переводили, его изучали, его читали и издавали большими тиражами. Но так получилось, что когда начались все эти события в Сербии, конечно, он несколько ушел на второй план, хотя его творчество во многом вскрывает некие глубинные вопросы истории и не только Сербии, но вообще Балкан, которые было очень полезно было узнать и вспомнить. Игорь Андреевич родился в 1892 году под Травником в семье, я так кратко напомню его биографию, в семье служащего, мелкого служащего, который отец его умер, когда он был два года. Его мать увезла в Вашеград, и он воспитывал своих родственников, и там, собственно, закончил гимназию, вернее, там он учился, а потом в Сараево закончил гимназию. Когда в 1908 году Австро-Венгрия аннексировала Боснию, он вступил в такую вот революционную террористическую организацию «Молодая Босния», которая подготовила убийство Эргерца Баффординанда и его жены. Андреевич был, он не был сторонником таких вот кровавых, кровавых расправ, но так как он был в этой организации, то он был также схвачен полицией, посажен в тюрьму, два года сидел в тюрьме, заболел там туберкулезом, потом долгое время находился под полицейским надзором, и вот, но при этом он учился очень активно, учился в университетах, не только в Сараеве он учился, но и в европейских университетах. Когда, значит, после Первой мировой войны, когда возникло королевство сербов, хорватов и славянцев, он, в общем-то, был освобожден и получил возможность сделать прекрасную карьеру. Так как он знал языки и был очень высокообразованным человеком, то он стал дипломатом. Сперва в Ватикане, потом в других местах. В частности, в конце 30-х годов он был, он занимал дипломатическую должность в Германии. И писал оттуда такие письма, которые говорили о том, в общем, что происходит в Германии, очень интересные. Но когда, значит, ну когда Германия оккупировала Югославию, Сербию, Сербию, конечно, когда была оккупирована Сербия, то он, не согласный со своим начальством, он ушел в отставку и, собственно, остался в Белграде, где написал свои самые знаменитые романы. Это «Травмская хроника», «Мост на Дрине» и «Барышня». Он даже не хотел уезжать из Белграда, хотя Белград был все время под бомбардировками. И когда, значит, когда война закончилась, он принял эту вот Югославию коммунистическую и уже отдался своей вот такой вот эстезией литературной и стал очень влиятельным литературным деятелем. В 1954 году он вступил в коммунистическую партию. Он подписал, ну, такой вот закон о единстве сербско-хорватского языка и, в общем, был вполне лояльным человеком. Потом в это время выходили уже его труды. В 1961 году он был номинирован на Нобелевскую премию и получил ее. При этом он конкурировал, так сказать, с весьма влиятельными писателями. Но тем не менее, вот ему дали эту премию как человеку, который, в общем-то, в аннотации было сказано, что вот он, так сказать, сумел разгадать с помощью мифов, легенд своей родины и истории своей родины, он сумел разгадать вот эту вот душу своего народа. Хотя, на самом деле, он был не только историческим писателем. Я сейчас буду когда говорить о его творчестве, постепенно все это скажу. Вот, в 1975 году он умер. Значит, творчество его изучалось и много, и серьезно. Но оно, ну, как бы, в общем, имеет слои, которые... Имеет слои, которые, в общем, можно каждой из них изучать. И вполне это будет такое вот полноценное изучение. Во-первых, конечно, он прекрасный стилист, прекрасный исторический писатель, просто как художник слова. В этом можно убедиться не только по сербским текстам, но и по богатству его языка, но и по переводам. Переводы тоже. У нас были прекрасные переводы, вот, и вот до 90-х годов. Прекрасная была школа переводов. Замечательные переводчики его переводили. Вот. Кроме того, он, конечно, исторический писатель. Исторический писатель, который не просто так обратился к истории своей страны. Он, во-первых, жил, конечно, всю молодость свою, детство и молодостью он провел в Боснии, прекрасно знал ее жизнь. Но, кроме того, он изучал литературу и сербскую, и сербскую, и вообще югославскую. И, кроме того, в 1924 году он защитил диссертацию «Духовная жизнь Боснии» под турецким владычеством. Он был весьма широко образованным человеком и знал очень много о своей стране. Он объезжал все памятники, когда уже, так сказать, переселился в Белград и стал белградским жителем. Кроме того, как исторический писатель, он вообще изучается, ну, просто широко, потому что это действительно, это некое сочетание фактов, легенд, легенд таких вот, образов каких-то. Кроме того, он, с научной точки зрения, он стал весьма интересен, как он отражает вот эту вот духовную жизнь. Ну, как бы, если можно так сказать, провинцией, сербской провинцией, которая тогда была, ну, и сербской провинцией, вот, как он это вот все отражает и умеет отражать. То есть я хочу сказать, я хочу вам рассказать про так называемую балканскую модель мира. Он как бы изнутри все прочувствовал и изучил вот это вот мировоззрение людей, которые находились на пограничье многих культур. Дело все в том, что и Босния, и вообще, и Сербия, и вообще Балканы, это было такое место, где издревле встречалось очень много культур. Там было очень много завоевателей, переселенцев, какие-то языки переселенцев все время проходили через Сербию. То есть там все время постоянно было очень большое количество разных народностей, языков и обычаев. И все это жило вместе. И вот, значит, на основе этого составили, даже вот в основном на его, ну, не только на его произведениях, но во многом на его произведениях ученые составили так называемую балканскую модель мира. Это вот, ну, такая вот, я сейчас прям прочту кусочек. Балканы – классическая зона этнокультурного пограничья, обладающая собственной спецификой. Эта специфика давно уже была осознана мировой этнографией и культурологией, которые смоделировали так называемую балканскую модель мира. То есть достаточно зыбкую, нестрогую, абстрагирующуюся от частности модель мира ощущения, более-менее присущую или близкую многим представителям балканских народов. Эта модель базируется на основе изучения языков и архаических слоев балканских культур. Балканы, регионы, испокон века происходило интенсивное взаимодействие разных народов. Ну, это то, что я говорила. Сменяли одна другую. Нестабильность, тревожность, военные столкновения, зыбкость, привычное положение вещей вошли в плоти кровь здешнего населения. Каждой модели мира присущи такие основополагающие представления о жизни, о пространстве, о времени, о отношении мужчины и женщины, о религии, о боге и так далее. И этим моделям чаще всего присущи бинарные позиции, такие как жизнь, смерть, свой, чужой, внутренний, внешний, открытый, закрытый и так далее. И вот эти все бинарные позиции приобрели на Балканах совершенно специфическое озвучение, особенно оппозиция свой-чужой, которая благодаря этнической дробности, смешанному составу населения, говорящего на многочисленных языках и на речиях, постоянным контактом, конфликтом между ними, воспринималась здесь абсолютно приоритетной. Хомо-балканикус, это я вам рассказываю по ученым трудам, не моих, а это давно уже было написано, тщательно хранил, хомо-балканикус тщательно хранил, защищал свою национальную идентичность, непременно маркировал все новые внешние явления, как свои или чужие, и при этом, и в этом другая особенность балканской модели мира, был весьма мобилен, контактен, восприимчив к чужому, с мужественным стоицизмом встречал перипетии изменчивой судьбы и владел, как правило, несколькими наречиями или языками. Он словно бы чувствовал относительность всяких границ, категорий, собственности, понятий и представлений, отчего его базовые бинарные позиции часто приобретали характер двусмысленный, текучий, мерцающий, дробный, взаимопроницаемый, ироничный. Носители балканского мироощущения часто говорят о своем регионе, как о перекрестке дорог, о мосте между разными цивилизациями, о доме посреди дороги. Все эти свойства балканской модели мира, постулируемые на основе языковых, фольклорных и средневековых письменных источников, в XII-XIII веках, особенно после крестовых походов и основания европейских колоний и факторий в Восточном Средиземноморье, подверглись дальнейшему укреплению в связи с пограничным положением на пути между Западом и Востоком. Венеция, Гена, Пиза, Марсель и другие западноевропейские и приморские города вели в это время интенсивную торговлю за странами Восточного Средиземноморья, так называемым Левантом. Торговля шла как по морю, так и по суше. Для Западной Европы она имела очень большое значение, насыщала западноевропейские страны примерами, предметами роскоши и ценным сырьем, способствовала развитию собственного производства. Но сами страны Леванта при этом подвергались постоянному разорению. Так что осознанное противопоставление Востока и Запада с уничижительным оттетком по отношению к Востоку началось именно в этот период, имело свою целью оправдать захватническую политику Запада и неравноправное положение Востока. К Восточной Средиземноморским, Левантинским странам после образования Латинской империи в 1204 году причислялись также южные области Балканского полуострова, а заодно и все балканские страны, через которые проходили торговые пути, но которые лежали к Востоку от захваченных Венецианскими генуэзскими республиками территорий. Так в балканскую реальность вошло новое универсальное пограничье Восток-Запад, оказавшее на его дальнейшую историю исключительно губительное влияние. Это пограничье живо до сих пор, хотя и проходит для местных народов, к примеру, для сербов совсем не там, где его видят западноевропейские идеологи и историки, которые часто стараются вычеркнуть сербов из числа европейских народов. Не внятиться в определении своих и чужих со времен ливантинской экспансии Запада еще более усугубила зыбкость бинарных оппозиций балканской модели мира и привела к переходным и гибридным феноменам, в частности, в Далмации и Приморье, где в течение столетий вели борьбу за господство Византии, Венеции и Венгрии. В XIV веке балканские народы подверглись турецкому завоеванию. С этого времени культурным стержем завоеванных стран, в том числе и Сербии, стала борьба за выживание. А оппозиция свой чужой приобрела гипертрофированное трагическое значение. Османы заняли в политической организации балканских народов господствующие положения славяне оказались в числе так называемой раи, бесправного угнетенного большинства, практически приравненного к скоту. Новое пограничное приобрело затяжной характер. Пять веков прямого господства, затем вплоть до наших дней продолжение пограничного существования уже как бы на равных. В этом наглядная чистота балканского погранили, чистота в кавычках, его экзистенциальная напряженность и специфика. Несмотря на столь долгий период существования, оно отличалось расколотостью, отчужденностью и односторонней культурной контактностью. Односторонней, потому что автохтонные носители балканской модели мира в силу традиции умели устанавливать контакты, воспринимать чужие языки, культуру, наводить мосты, в то время как османская страна оказалась практически непроницаемой, ну или очень упорной в сопротивлении чужим влиянием. Балканское пограничье в это время стало симбиозом бессинтеза, напоминало коммунальную квартиру, в которой вынужденное проживание бок о бок разных враждебных друг другу жильцов не имело надежды на благополучный разъезд. Тем самым расколотость сербской культуры стала для надолгое время главной особенностью. В таких условиях славяне черпали силы в собственной мифологии и фольклоре, в православной религии, привычном мужестве, в отстаивании собственной идентичности. Ну вот, собственно, очень серьезно, во многом те ученые, которые разрабатывали балканскую модель мира, они опирались как раз на труды Андрича. Потому что такое превосходное знание жизни и такое удивительно тонкое чувство как славянской, так и мусульманской, так и прочих сторон жизни этого пограничья, оно настолько впечатляет, и настолько оно глубоко затрагивает, что затрагивает самые основы вот этой вот жизни, что, конечно, это становится не просто как литературным произведением, но и источником знаний о мировоззрении, религии и прочих духовных вещах жителей этих стран. И, собственно, трагическое мировоззрение Андрича, хотя он был прекрасным знатоком и христианской культуры, причем не только... Он был вообще крещен как католик, но там было много... В Боснии жили и православные, и евреи, и, соответственно, мусульмане, и все четыре общности он сквозь свою душу пронес, и знал их прекрасно и любил всех, можно сказать, если это возможно, при его трагическом мировоззрении, таком тяжелом экзистенциальном мировоззрении. В своих произведениях Андрич рассматривал проблемы пограничей в европейском ключе как столкновение Востока и Запада. Босния давала ему для этого идеальный материал, потому что здесь Восток и Запад силой обстоятельств подошли друг к другу на практически... на критически близкое расстояние, практически столкнулись, но не слились, а только как бы застыли друг перед другом в какой-то ослепляющей, труднопереносимой близости. Прекрасный знаток быта и духовной культуры Боснии Андрич в своих произведениях описывал множество случаев мирного сосуществования населяющих ее народов, но это сосуществование длилось исключительно до первого, даже самого незначительного кризиса, после чего антагонизм вспыхивал с новой силой. Вот несколько характерных цитат. Тот, кто в Сараево проводит ночь без сна, может услышать все ночные голоса. Тяжело, уверенно бьют часы на башне католического собора два часа по полуночи. Проходит более одной минуты, я считал, ровно 75 секунд, и тогда бьют немного тоньше, но пронзительные часы на православной церкви, отмечая свои два часа по полуночи. Вслед за ними глухо, словно издалека, отбивают часы на башне мечети, причем отбивают 11 часов, призрачные турецкие 11 часов, согласно странному счету времен чужой далекой страны. У евреев нет своих часов с боем, и одному только Богу немилосердному известно, который час у них, и по какому счету времени, сефардов или ашкеназий. Даже ночью, когда все спит, когда текут глухие ночные часы, не дремлет рознь, разделяясь сонных людей, которые, проснувшись, радуются и печалятся, постятся и говеют по четырем враждующим календарям и высылают к небу молитвы на четырех разных языках. И эта рознь, то явная и открыта, то незаметная из-под тяжка, сливается и отождествляется с ненавистью. Перевод Натальи Вагаповой. Об отношении турецкого населения к французской драматике. Ну да, теперь я несколько слов скажу о знаменитых романах Андрича. Первый роман «Травницкая хроника», за который он, собственно, получил мобилевскую премию, первый роман «Травницкая хроника» описывает консульскую миссию наполеоновских времен в Турецкой империи, в том числе, вернее, в одной из местностей Турецкой империи, а именно в Травник. В Травник приезжают два консула, наполеоновский и астрийский. И то, как принимают местное население вот этих вот представителей западных стран, и как они воспринимают друг друга, во-первых, местное население, а во-вторых, вот эти вот представители западных народов, это просто, ну, великолепно все описано. Об отношении турецкого населения к французской дипломатической миссии в Боснии Андрич пишет так. «Четно французские власти в Далмации печатали дружественные прокламации для турецкого населения. Прокламации, написанные на изысканно литературном турецком языке, никто не хотел читать, а кто читал, тот ничего не понимал. Никто не в состоянии было побороть врожденное недоверие ничто не в состоянии было побороть врожденное недоверие мусульманского населения, не желавшего ни читать, ни слушать, ни смотреть, исследовавшего лишь своему глубокому инстинкту самосохранения и ненависти к чужеземцам и неверным, которые подступали к границам и уже начинали проникать в страну. Перевод Волконского Французский консул Давил испытал потрясение от той встречи, которая достоила его местное население. Когда его процессия поравнялась с первыми турецкими домами, в них подряд отворялись ворота, поднимались решетки на окнах, и на мгновение высовывались лица, выражающие ненависть и фанатическое возбуждение. Женщины таращили глаза, плевались и заклинали. Мальчишки ругались, сопровождая брани пристойными жестами и недвусмысленными угрозами, ударяя себя по заду или показывая рукой, как перерезают горло. На базарной площади демонстративное поведение местных жителей изменилось. Вместо плевков непостижимые суровые лица, неподвижные суровые лица по обе стороны улицы. Турки сидели у своих лавок, курили и торговали. Ни один человек не прекратил работы или курение, не поднял головы, чтобы хоть взглядом удостоить торжественную процессию. Явление столь необычное. А некоторые из торговцев даже отворачивались, делая вид, что ищут на полках товар. Только людям Востока свойственно так ненавидеть и презирать, и так проявлять свое ненависть и презрение. Андреич пристально сматривался в человеческие типы, возникавшие в условиях боснийского пограничья. О людях этих мест он пишет при виде мужчин и женщин, саббенных, закутанных с головой, всегда неподвижных, без улыбки. Ему, одному из героев травмской хроники, все сильнее хотелось разузнать об их страхах и надежных, познакомиться с их подлинной жизнью, до того безновной и мертвенной, что ее можно считать жизнью только по названию. Среди образованных слоев общества возникали другие человеческие типы. Никому не понять, что значит родиться и жить на грани двух миров. Знать и понимать один и другой, быть бессильным, что-либо сделать, чтобы они договорились и сблизились. Любить и ненавидеть и тот, и другой. Всю жизнь колебаться и отклоняться, иметь две родины, не имея сущности ни одной. Чувствовать себя всюду, дома и вечно оставаться чужестранцем. Одним словом, жить распытым, но чувствовать себя одновременно и жертвой, и палачом. Да, это муки христиан на Ближнем Востоке, муки, которые никогда до конца не могут быть поняты ни вами, представителями христианского Запада, ни тем более турками. Такова судьба левантинцев, которые, это все цитата, которые, подобно пыли людской, таскаются между Востоком и Западом, не принадлежа ни к одному из них, из этих полюсов, но получают дары от того и другого. Эти люди знают много языков, но ни один из них не считают родным. Им знакомы две веры, но ни в одной из них они не тверды. Это жертвы фатального разделения человечества на христиан и нехристиан, вечные толмачи и посредники, однако души их самих полны неясного и недоговоренного. Прекрасные зондаки Востока и Запада их обычаев и верований, но одинаково презираемый и подозреваемый обеими сторонами. Эти люди стоят на границе духовной и физической, на той черной кровавой линии, которая в силу тяжелого и бессмысленного недоразумения существует между людьми, божьими творениями, между которыми не должно быть границы. Это грань между морем и суши, осужденное на вечное движение и колебания, как бы третий мир, где осело все проклятием следствия разделения земли на два мира. Каждый из населяющих этого народа считал эту землю своей и не собирался уступать ее кому-то другому, кого он считал захватчиком и пришельцем. Длящаяся веками противостояние приобретало затяжной, хронический характер, принимало вид своеобразного единства, переходило в статичную форму, совмещало противоположности без их синтеза. Такое внешнее вынужденное единство было хрупким и обманчивым, заряженным скрытой непримиримой враждебностью, всегда готовым перейти в открытую войну. Замкнутый, зачарованный мир Боснии казался Андричу подобием смерти. По его словам, облик смерти приобретала здесь самая жизнь, а смерть затягивалась на неопределенно продолжительное время. Я сама наслаждаюсь всеми словами его, потому что так выражать свои мысли, конечно, может только великий художник. Жизненные идеалы, касающиеся самых основ повседневного уклада, у противоборствующих сторон были в высшей степени несовместимыми. Мусульманский идеал блаженной тишины, который включал в себя благополучие, гедонизм, неторопливый ритм жизни, созерцательность, отсутствие перемен. С точки зрения западноевропейского человека, например, того же Дефаса одного из героев эстранской хроники, такого живого, очень любознательного, такого подвижного человека, очень образованного, превращался в смертоносную, вот в его глазах эта тишина превращалась в смертоносную боснийскую тишину, которая постепенно ломает человека и подчиняет его себе. Эта тишина не что иное, как другое обличие смерти, смерти, оставляющую человеку жить в виде оболочки, отнимая него в то же время всякую возможную жизнь. Это уже Дефасе, который прибыл с величайшим интересом, любопытством к новой стране и жаждал ее изучить, познакомиться с людьми, описать ее, написать о ней книгу, он чувствовал, как эта тишина проникает в него и замораживает, и умерщвляет. Даже такой человек, как француз Дефасе. В своем писательском дневнике Андреич восклицал в одном месте, кто бы мог поверить, что уже сможет стать повседневным повседневным существованием человека. Вот такое пограничье описывает Андреич в Травнинской хронике. Что-то нужно сказать? Все нормально. Значит, в Травнинской хронике в романе «Мост на Адрине» там, конечно, тоже речь идет о столкновении разных культур, причем о таком столкновении, когда люди даже не спорят, потому что все настолько уверены в своей правоте, что им даже не нужно спорить. Я хочу еще вам рассказать о Андреич и последователях в своем представлении о Боснии, пограничье весьма жестком, я бы сказала. Правда, я в одной своей работе называю его деструктивным. Потому что пограничье, на самом деле, еще Бахтин писал, что пограничье бывает очень продуктивным. Собственно, вся культура, она возникает на пограничье, диалоге. Когда есть диалог, то это самое такое продуктивное место для возникновения культуры. Но пограничья, оказывается, бывают не только продуктивными, но и непродуктивными, даже деструктивными. И вот, значит, в качестве того, что Андрич был не одинок в таком своем представлении о пограничьях, я хочу привести вам роман. сейчас ныне живущего писателя Гойка Челебича Хитиклаб, 95-й год. Потому что в нем затрагивается местом действия, там тоже избирается Босния, как обобщенный символ югославской судьбы. Но я не буду про него рассказывать. Он в 90-е 2000-е годы обратился к осмыслению югославской проблематики в ироническом постмодернистском ключе, однако за его иронической маской скрывается настоящий трагизм и стремление к философской глубине обобщения. В романе Сити клапан по-английски повествуется о том, как молодой человек серб, движимый внезапным сентиментальным порывом положит цветы на могилу матери и отправляется на машине из Вены к Приморью. День его путешествия совпадает с началом Босинской войны 1 октября 1991 года. Само путешествие сентиментального превращается в экзистенциальное. При этом устремленность человека к морю, то есть вниз, к нулевой высоте и к могиле, то есть к смерти, навевает у читателя дополнительные аллюзии неудержимого беспорядочного или фатального падения или движения к концу. В пути с главным героем, у него не ты, у него просто как главный герой, в пути с ним случаются разные приключения. Из них главная сюжета образующая ночная встреча с другим молодым человеком, который сперва голосует на дороге, а потом начинает жестоко избивать главного героя. Завязывается драка, в конце которой изрядно помявшие и покусавшие друг друга противники примиряются. Потом выясняется, что голосовавший молодой человек по имени Консул, это отсылка к Андричу консульским временам, хотя такая отдаленная, хотел попросить у проезжего два литра бензина для его мотоцикла. В условиях войны бензин моментально превратился в дефицит, а избивать человека он начал исключительно из страха, что бензин тот ему не даст. Во время схватки, а потом герой ведет беседы на отвлеченные темы, а затем консул убежденно предрекает главному герою, что в данной местности все дороги ведут в Сараево, а у того нет другого выбора, как только ехать в Сараево, так и получается. Очень естественно главный герой оказывается в Сараево, и там не менее естественно прямиком, движенным многочисленными настырными рекламами и указателями едет так называемый городской клуб, ситиклаб. Этот клуб всегда назывался по-английски и представляет с собой именно ту самую нулевую точку, ниже которой свободное падение уже не предусмотрено. Сам по себе этот клуб очень интересен. Построен еще по указу ТИТО для зимней Сарайской Олимпиады 1984 года. Он представляет собой обширный комплекс отелей, ресторанов, оздоровительных и развлекательных учреждений самого современного западного типа. Имеет высочайшую степень технической оснащенности. Расположен он на острове и посреди реки и ведет к нему единственный понтонный мост, который может быть по желанию администрации разведен, и тем самым связь с материком прерывается. Главный герой не может уставить перед соблазном, остановиться здесь на несколько дней, залезать, так сказать, нанесенные ему в ночной шватки, раны. Вместо этого он попадает в совершенно зачарованный мир, наслаждение, секс, наркотиков, счастье, забывает обо всем на свете и остается здесь неизвестно насколько время. То ли на две недели, то ли на полгода время останавливается, и понять этого из текста очень трудно. Можно было бы сказать, что это восточный райский сад, или, как говорит Челебич, совершенное воплощение современного атеистического китча, или идеальная страна хиппи, где царят цветы, наркотики, любовь, секс, и лишь разница, и что сами герои этого романа являются вовсе не хиппи. Это вполне современные молодые люди, которые любят модную одежду, быструю издок, дорогих автомобилях, деньги, комфорт и прочие атрибуты агрессивного либерализма. В кавычках это определение Челебича. При этом бесперебойно работающая радио регулярно доносит до обитателей этого рая, сводки с полей сражений, сообщения об убийствах беженцев, отрядах экстремистов и тому подобное. Молодые люди не остаются безучастными к радиосводкам, но при этом не делают ни малейших попыток вмешаться в происходящее за пределами их зачарованного острова, да не имеют для этого воли. Кончается все тем, что консул гимнет, пытаясь выскользнуть из окруженного сараева, а главный герой все же выскальзывает, и его дальнейшая Одиссея описывается в других романах. Рационально постигаемая смысловая основа любого космодернистского романа весьма прихотлива, однако в данном случае для самого автора рациональные смыслы, положительное содержание его произведения были, судя по всему, очень важны. И поэтому, несмотря на применение различных узнаваемых кодов и двойных кодов, с довольно условной и малосодержательной зависой пародийных и иронических сцен, легко просматривается то рациональное ядро, которое поддается анализу. Его выразителем является, как правило, главный герой. С его слов, мы можем заключить, что Босния казалась Челебичу, как и Андреичу, тем зачарованным пространством, где Запад и Восток подходят друг к другу на катастрофически близкое расстояние, как два полюса, насильственно сближенные друг с другом, фактически взаимопроникают друг в друга, но не смешиваются, а образуют, по словам главного героя, нулевую зону. Вот несколько цитат. В общем, это не обязательно. Время здесь фактически останавливается, потому что оно не может идти ни по западному, ни по восточному счету. Главный герой очень хорошо чувствует разницу между двумя типами времени и придает ей большое значение. Он говорит, что человеческая жизнь существует либо как время труда и личных достижений, отмеренное годами и десятилетиями, либо как век человеческий, отмеренный вовсе не во временных единицах, а в чисто человеческих переживаниях, в том числе и в наслаждениях. В таком случае клуб оказывается полностью материализованным идеалом, местом, предназначенным для свободы чувств. Два принципа восточный и западный не могут взаимопроникать в день друг друга. Они, как в волшебном мираже, только иллюзорно и нескончаемо приобретают обличие один другого и превращаются в фикцию. Одно из самых любимых слов книги обычно пишется с большой буквы. Но когда эта фата Моргана отступает, то есть фикция нулевой, ситуация оборачивается самой собой, то есть оказывается, что за ее бесчисленными взаимопревращениями стоит смерть, главный герой очень ясно отдает себе в этом отчет и констатирует это с полнейшим бесстрастием. То есть это уплотненная, перенасыщенная энергиями зона встречи востока и запада, это зона смерти. Жизнь в такой зоне обладает рядом специфических особенностей. Либо человек вступает в борьбу, присоединяясь к одной из сторон, либо он теряет волю, фактически превращается в игрушку судьбы и приобретает черты вечной детскости. В то же время есть тема, которая постоянно волнует обитателей этой зоны политика. Балкан, говорится в одном месте роман, географическое выражение диктатуры. Главный герой иногда спускается в рассуждения политики и чрезвычайно переживает то, что происходит в стране. У него не укладывается в голове, что его страна, которая еще совсем недавно была страной мира молодости, красоты и надежд, внезапно превратилась в настоящий кошмар, пропасть, кровавые столкновения на фронтах, страдания, замешательство мужчин, никакого будущего, ни у кого из действующих лиц не возникает сомнения, что старой Ягославии конец. Но при этом ход событий они не вмешиваются, относятся ко всему фаталистически, обреченно, пассивно. Одна интересная деталь. Вся эта современная многонациональная молодежь с большим пиететом относится к Тито. Тито, говорит главный герой, строитель нашего старого государства. Создается впечатление, что удержать эту нулевую зону в единстве могла лишь только сильная рука. И как только эта рука ослабла, зона неминуемо распалась. Каждый из полюсов прекратил свои эффективные превращения и превратился в самого себя. современное сербское искусство, драматургия и кино часто рефлексируют по поводу своей пограничности, межеумочности, разорванности. Эта рефлексия очень часто принимает вид авантюрно-абсурдистской или рациональной поэтики, потому что невыносимая близость другого с неизменным постоянством воспроизводит в жизни трагические коллизии, которые преодолеть помогают юмор, руны, эпатаж, абсурдистская фантастика или игра. В лоне балканской модели мира и архаически фольклорного мира ощущения, благодаря особенностям истории до сих пор сохраняющегося особенностях, благодаря особенностям истории до сих пор это мироощущение сохраняется на Балканах. Другой из бинарной оппозиции свой чужой очень часто принимает облик нечеловеческий, потусторонний, враждебный, страшный, гротескный, уродливый. Те же авторы, которые пытаются осмыслить происходящее в реалистическом, реалистически ироническом или философском включе, как правило, в условиях Балкан оперируют понятиями Восток-Запад или Западно-Восточного пограничья. Андрич великий знаток истории Боснии, большой почитатель и знаток культур как христианского Запада, так и мусульманского Востока, не смог уйти от трагического для себя вывода о враждебности этих понятий в рамках рассматриваемой им пограничья, о взаимной согрушительности встреч на Балканах. В то же время в исторических романах и рассказах Патринча, подробностях воспроизводящих реалии события минувших веков, имеется пространство для философских обобщений, в котором маленькая средневековая или астро-венгерская Босния предстает моделью всего мира. Еще более пессимистичен взгляд на проблемы Челебича. Гротескно заостренный взгляд Челебича позволяет ему находить символы, не оставляющие сомнений в программных установках и выводах этого автора. Глядя на балканскую ситуацию сквозь призму творчества обоих авторов, следует признать, что на свете существуют пограничья продуктивные и деструктивные, и оба автора выразили это, может быть, с разной художественной силой, но вполне убедительное. Наведение мостов в условиях деструктивного пограничья относит возникновение реального культурного синтеза между противоподоборствующими сторонами к неопределенному, бесконечно отдаленному будущему или самоуничтожению. Впрочем, реальная жизнь, как всегда, выбивается из рамок ее осмысления. Само творчество англич представляет собой пример осуществленного синтеза Востока и Запада, как не раз уже отмечалось в критической литературе о нем. Первые же рассказы молодого Андрича, вышедшие в 1920 году и посвященные историческому прошлом Боснии, вызвали появление восторженного эссе одной из писательницы «Восток» в рассказах Ивана Андрича, в котором сербская писательница сделала попытку проанализировать западные и восточные элементы в творчестве Андрича и пришла к выводу об их необыкновенном, волшебном, гармоническом единстве. Своей легкой руке эта тема стала одной из основных в Андриче ведении. В 1981 году один из исследователей писал, «Андрич, повествуя западу восточную притчу о Востоку, демонстрируя западную логику и ясность рационального выверенного замысла, создал свою хронику третьего мира, для которого нечейность стала одной из самых характерных черт, и которой благодаря Андричу опрел собственное художественное постпомство». его роман «Мост на Дрине» конечно один из таких самых величественных попыток осмыслить, ну в общем попыток провести мост между Востоком и Западом. Кроме этого у него есть, сейчас я вспомню, что просто я смотрю в текст, чтобы не ошибиться в некоторых деталях. «Мосты являлись для него для воплощения своей идеи Андрич нашел образ моста. Мосты важнейшая звеной его художественного мира. Сооружения более важные, чем дома, и более священные, чем храмы, ибо они общие, они принадлежат всем и каждому, одинаково относятся ко всем полезные, воздвигнутые, всегда осмысленные на месте, где особенно заметны нужды и потребности человека, они более долговечны, чем прочие сооружения, и не служат ничему тайному и злобу». Это эссе Андрича под названием «Мосты». Перевод Романенко. «Мосты являлись для него символом высокого человеческого духа, способного не смиряться перед препятствиями, преодолеть их, связать, примирить, соединить все, что открывается нашему взгляду, разуму и ногам, дабы избежать раздела, противоречия, разлуки». Мифологические аспекты этого образа очень емкие и связаны с представлением о пространстве и времени, о созидательных возможностях человека, его противопостоянии миру природы и хаоса, о границах его индивидуального существования, о смерти и бессмертии. Этот образ... Я не буду углубляться в мифологические аспекты. Этот образ характерен для дуалистических картин мира, как переход из одного царства в другое. Впрочем, скрытый трагизм мировосприятия Андреича не позволял ему полагаться на человеческие средства, борьбы с хаосом и распадом. Прекрасные мосты в его произведениях, как правило, имеют трагичную судьбу. Роман «Мост на Дрине» кончается запланированным взрывом древнего моста. В рассказе «Мост на Жепе» описывается необыкновенной красоты мост в маленьком боснийском селении, который был построен турецким визером по просьбе местных жителей. Дальше цитата. «Но природа не приняла этот мост так же, как он сам не смог слиться с природой. Со стороны белоснежная смело выгнутая арка казалась спутнику одинокой и чуждой всему, что ее окружало. Она поражала, как светлая мысль, случайно залетевшая сюда и запертая сомкнувшимся кольцом угрюмых и диких гор». В книге писательских заметок «Знаки вдоль дороги» есть запись. Представь, это такой внутренний дневник его, хотя он потом опечатал. «Представился мне каменный мост, рассеченный пополам, сломленные стороны, обрушенные арки, устремлены друг к другу, в последнем усилии указывая ту линию пролета, которая исчез». Вопреки собственному желанию Андрича видеть мост универсальным человеческим средством сглаживания конфликтом и примирения противоречия, это средство всегда оказывалось слишком уязвимым для воздействия разрушительных сил и занимало в природе ровно столько места, сколько занимает там сам человек с его хрупкостью и конечностей и с его сугубо человеческими измерениями. Андрич умер в 75 году и что касается Балкан, то для них произведения Андрича оказались пророческими, как вы все знаете. В конце 20 века здесь снова возобладала вражда, кровопаралитие, ненависть. Они стали ареной открытой внешней агрессии. Про мосты еще кое-что. Когда австрийцы пришли на место турок, положение ничуть не улучшилось. Пришельцы вырубали леса, взрывали холмы, прокладывали дороги, строили дома, казармы, казенные заведения, рестораны. Дальше цитат. Но ненасытная потребность чужестранцев строить и расчищать, копать и возводить, поднимать и переделывать их постоянное стремление предвидеть действия природных сил, чтобы предотвратить их или преодолеть, не находились здесь ни в ком неодобрения и сочувствия. Рассказ называется «Розавские холмы». Местное население при виде этой бурной деятельности, превышающей их разумение, испытывало ощущение фатальной безысходности и одновременно снисходительности, как бывает взрослые, снисходительны к детям, не имеющим истинного понятия о жизни. Вместе с окончанием Первой мировой войны вся эта шумная активность грубо и бесславно завершилась изгнанием австрийцев, и измученные люди принялись залечивать произведенные их нашествием и войной рану. В свете столь неблагоприятного исторического опыта, Андрич пытался представить Балканы в виде третьего мира, как уже в одной цитате я говорила, призванного на скрещение противоположных тенденций Востока и Запада установить между ними третью силу славянство, не сводимое ни к одной другой. Точно так же писал Хорват Крлежа «Славянство третий компонент балканской истории, которая не относится ни к Востоку, ни к Западу, не растворилась за много веков среди турецких завоевателей и не подчинилась столь же длительному и интенсивному давлению с Западом». Для воплощения нашу образ моста. Мосты важнейшее звено его художественного мира и так далее. Пан Славизм что-то я не помню. Вы знаете, он был коммунистом, в принципе он хорошо конечно относился и к коммунистической партии, и к Советскому Союзу. Понимаете, человек, который рос вот в таком раздробленном мире, он довольно положительно относился вот к таким вот объединительным государствам, которые как бы сглаживали эту вражду. Но конкретно я не помню. Он в основном был историк, конечно. Знаете, мне как-то задавали вопрос, вот как вот он мог там относиться хорошо к Югославии. Он хорошо относился к Югославии. Потому что то, что он знал и видел о прошлом и о том, что он видел, ему конечно было ясно, что лучше так. Может быть это не идеал. У него было очень сложное мировоззрение у самого. Такое дистанциальное, трагическое, но одновременно и вот такой человек, обращенный человеку гуманистическое. То есть он преодолел свой вот этот трагизм. И возможно он конечно не искал идеалов в политических каких-то вещах, политических образованиях, но считал, что очевидно так лучше, спокойнее и нет войны. Это мое личное. Может быть я где-то упустила, но для него гуманизм был очень важен. гуманизм, культура, человек вообще как вот личность. Он глядывался, знаете, вот в его дневнике, он глядывался в человеческие лица с таким тонким художественным что ли, таким тонким художественным вниманием. Он во всех пытался найти вот какую-то духовную такую вот ну в общем это сложный вопрос его мировоззрения, потому что оно конечно говорится, что оно экзистенциальное, коммунистическое, но оно имеет свои особенности. Я не буду сейчас вы меня извините, я не буду сейчас углубляться в эту тему, потому что это очень сложная тема, в смысле сложная многосторонняя тема, и так оно в основном в описаниях его исследователей. Понимаете, они вот там варились в этом, но славянство они пытались поднять, ну вернее не поднять, а осмыслить как нечто синтезирующее, но славянство свое. Как к русскому они относились, я не знаю. Мост на жебе, такой рассказ у него есть. Там ну вообще все это, понимаете, это все в деталях очень интересно. То есть итальянский мастер, который случайно был послан, ну вернее случайно попал туда посланный визерем, и вот он построил прекрасный мост, очень красивый такой, но это небольшая река, не такая как дрина, и построил этот мост, но заболел и не доехал до Стамбула, умер. И никто не знал ни его имени, знал, что он из Италии. И в общем вот так вот получилось вот как бы вот такое вот творение рук человеческих, великое творение рук человеческих и такое эфемерное, и человек эфемерен. Вот его вот такая вот философия. А вот смотрите, прекрасно, прекрасное отношение. А вообще понимаете, сербы, чернокурцы, надеюсь, они настолько трепетно относятся к своей, понимаете, вот именно в балканской модели мира, ну если оперировать этим понятием, понимаете, они настолько трепетно относятся и к своей нации, к своему языку, и к всему. И Негоша, они в общем-то считают Негоша, конечно, сербским, таким же своим, как черногорским. Они не раз... Как Ваврина Андрича это не разделялось. Я не знаю, может вам обидно сейчас это? А? Да, нормально, да. Нормально, конечно. Это было нормально до, я не знаю, до последнего времени. И для них это было совершенно нормально. Черногория считает себя колыбелью сербской цивилизации. Так я правильно считаю? Или это их... Это неправильно. Неправильно, да. Вот. Ну и пускай считают, знаете, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакали. Пошли письма. Ну и соответственно прекрасно описала его произведениях. Трагические, трагическая фигура Нигаши. Трагическую, Нигаши. Трагическую, тх... Нигаши. Трагическую, Продолжение следует...